В столице жителям старше 65 лет опять рекомендуют оставаться дома. Число выявленных случаев коронавируса снова растет. За последние сутки, по данным оперативного штаба, свыше 8 тысяч заболевших по России, 118 человек в Ульяновске. С просьбой строго соблюдать санитарные нормы на транспорте и в других многолюдных местах к горожанам обратились областные власти. В расширенном составе возобновилась работа санитарно-эпидемиологических групп. К представителям администрации присоединились сотрудники Роспотребнадзора. Экзамены в соответствии требуемым мерам безопасности в первую очередь приняли у владельцев торговых точек и общепита. Соблюдение перчаточно-масочного режима, наличие ковриков на входе в торговый зал, обработанный дезинфицирующими средствами, наличие защитных экранов у представителей магазинов, у кассиров, например. В свободном доступе для глаза покупателя должны быть и информационные стенды, а еще разметка, позволяющая соблюдать социальную дистанцию. До среды четыре мониторинговые группы проверят предпринимателей в каждом районе города. Дополнительные силы будут направлены в муниципалитеты. При этом итоги еще только первого дня оптимизма не внушают. Обслуживающий персонал без масок и перчаток. Запасы дезинфицирующих средств попросту отсутствуют. Мне просто интересно, почему вы работаете с продуктами, с людьми в общественном месте, работаете без маски? Ну, мы не болеем, как бы, понимаете, у нас нет необходимости. Мы в троллере здесь находимся, мы здоровы. У вас коллега в маске работает при этом? Вторую маску для коллеги найти так и не удалось. Общение с поваром этого отдела продолжилось уже за пределами торговой точки. Нам по факту весной предоставляли, а сейчас вот, ну, новая волна началась, еще никто ничего не выделил. Долго искали номер владельца общепита, а когда нашли, выяснилось, что появиться на точке проверки он все равно никак не может. Находится в другом городе. Правда, когда речь зашла о закрытии кухни, командировка резко закончилась. По итогу протокол осмотра составлен, процесс приостановки деятельности торговой точки до устранения выявленных нарушений Роспотребнадзором запущен. За соседним прилавком ситуация значительно лучше. Замечания получили за отсутствие необходимого запаса масок. Напомним, склад средств индивидуальной защиты должен быть заполнен на пять суток вперед. Ну, в наличии у нас имеются одноразовые маски, средства защиты для покупателей. Есть белизна, которую мы обрабатываем поверхности. Имеются одноразовые перчатки, в которых мы работаем, соответственно. Есть маски. Маски просто на сегодняшний день осталось две штуки. У нас есть такая возможность, что мы ходим в аптеку и закупаем их. Принцип проблем пока не было. Успешнее всего с кризисом пандемии справляются крупные сети. На входе дезинфицирующие средства, одноразовые маски и перчатки для покупателей. Полутораметровая разметка по всей площади магазина. Кассиров и покупатели разделяют защитные экраны. За нахождением посетителей на территории супермаркета в средствах индивидуальной защиты вместе с сотрудниками следит и администрация магазина. Люди в основном нормально. Ну вот молодежь иногда вот там. А так в основном уже привыкли. Ну и расслабились в одно время. Масочку оденьте, пожалуйста. О результатах проведенной проверки губернатору доложат в среду на заседании оперативного штаба. Напомним, ограничения по коронавирусу в Ульяновской области продлены до 25 октября. Яна Федорищева, Юрий Ломатов. Новости Улправда ТВ. Новости Улправда ТВ.